Добрый день, друзья! Сегодня мы продолжаем историю читать. Посмотрите, уже зима наступила, и снег падает, и кругом всё в снегу. Какая же сегодня история, как ёжик с медвежонком приснились зайцу. Смотрите, вот этому зайчику приснился ёжик и медвежонок. А что же там было ещё во сне? По первому снегу заяц прибежал к медвежонку. Медвежонок, ты лучший из всех, кого я знаю, сказал заяц. А ёжик, ёжик тоже хороший, но ты лучший из всех. Да что с тобой, заяц? Ты сядь, успокойся, чего ты прыгаешь? Я сегодня проснулся и понял, сказал заяц, что лучше тебя нет на свете. Вошёл ёжик. Здравствуй, медвежонок, сказал он. Здравствуй, заяц. Вы чего сидите в доме? На улице снег. Я собрался идти к тебе, сказал медвежонок. А тут прибежал он и говорит, что я лучше всех. Верно, сказал ёжик. А ты разве не знал? Правда, он самый лучший, сказал заяц. Ещё бы. Ёжик улыбнулся медвежонку и сел за стол. Давайте чай пить. Стали пить чай. Вот слушайте, что мне сегодня приснилось, сказал заяц. Вот-то я остался совсем один в лесу. Будто никого-никого нет. Ни птиц, ни белок, ни зайцев. Никого. Что же я теперь буду делать? Подумал я во сне. И пошёл по лесу. А лес весь снегу. И никого-никого. Я туда, я сюда. Три раза весь лес обежал. Ну, ни души, представляете? Страшно, сказал ёжик. Ага, сказал медвежонок. Вот смотрите, ребята, они сидят, пьют чай. И зайчик рассказывает, какая же ему история приснилась во сне. Какой сон. А ёжик и Мишка внимательно слушают. И смотрите, у Мишки, как всегда, мед на столе. Он очень любит мед. И даже следов нет, сказал заяц. А на небе вата. Как вата? Спросил ёжик. А так ватное толстое небо. И глухо, будто под одеялом. Откуда ты знаешь, что глухо? Спросил медвежонок. А я кричал. Крикнул. И прислушаюсь. Глухо. Ну, ну, сказал ёжик. И тут, и тут, что, и тут. Представляете, из-под старого пня, что на опушке за холмом нету речки. Из-под старого пня, что на опушке у реки вылез. Ну же, сказал медвежонок. Ты, сказал заяц, медвежонок. Что же я там делаю под пнем? Ты лучше спроси, что ты сделал, когда вылез. А что я сделал? Ты вылез. И так тихонько-тихонько сказал. Не горюй, заяц. Все мы одни. Пошёл ко мне, обнял. И ткнулся лбом в мой лоб. И так мне сделалось хорошо, что я заплакал. А я спросил медвежонок. А ты, сказал заяц, стоим и плачем. И ты, сказал заяц, стоим и плачем. А я, спросил ёжик. А тебя не было, сказал заяц. Больше никого не было. Представляешь, заяц обернулся к медвежонку. Пустой лес, ватное небо. Никого. А мы стоим и плачем. Так не бывает, сказал ёжик. Я обязательно должен был появиться. Так это же во сне, сказал медвежонок. Всё равно. Просто вы плакали и не замечали, как я вышел из-за куста. Вышел, стою, вижу, вы плачете. И думаю, плачут. Есть, значит, причина. И не стал мешать. Не было тебя, сказал заяц. Нет, был, не было. А я говорю, был, сказал ёжик. Просто я не имел. Не хотел мешать вам плакать. Конечно, был, сказал медведь. Сказал медвежонок. Я его видел краем глаза. А что же ты мне не сказал, спросил заяц. А видел ты потерянный. Сперва, думаю, успокою. А уж потом скажу. А потом чего говорить-то? Ёжик, он ведь всегда со мной. А по-моему, мы всё-таки были одни, сказал заяц. Тебя показалось, сказал ёжик. Примерещилось, сказал медвежонок. А если так, что у меня с собой было? А у тебя с собой что-нибудь было? Ага. Мешок, сказал ёжик. С морковкой, сказал медвежонок. Правильно, сказал заяц. Вы знаете, кто вы для меня? Вы для меня самые-самые лучшие из всех, кто есть на земле. Вот смотрите, зайчик. Стоит так, обрадовался, что встретил мишку. Даже мешок с морковкой вот сюда поставил. И обнимается. А мишка его успокаивал. Вот видите, как хорошо, когда есть настоящие друзья. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал и ставьте большой палец. До следующей встречи. Жду вас. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok